Приветствую всех, кто смотрит это видео. В последнее время эффективность роликов нашего канала заметно снизилась. По статистике, наши видео стали гораздо реже попадать в разделы рекомендаций. И, соответственно, меньше людей видят их и имеет возможность их посмотреть. Друзья, для нас очень важно, чтобы вы оставляли свои лайки и комментарии под нашими выпусками. Только вместе мы сможем исправить сложившуюся ситуацию и продолжить развивать наш канал. Спасибо за внимание. А теперь ярлыки. Приветствую вас. Каждый из вас обладает определенной отличительной чертой. Ваша задача — соотнести характеристику с незнакомым человеком, опираясь лишь на первое впечатление. Ярлыки — это формат, в котором участники должны сопоставить людей и их характеристики. Победителями станут те, чьи отличительные черты будут угаданы последними. Вы видите на экране шесть характеристик. Пять из них соотносятся с кем-то одним из вас. А одна — выдумана. Побеждает тот, чья характеристика будет угадана последней. Для начала представьтесь по очереди и немного расскажите о себе. Начнем игру. Всем привет. Меня зовут Артем. Я актер. Я один из основателей независимого театра «Студия Энн». И вот еще у меня есть канал на ютубе. Прекрасно. Меня зовут Лиза. Мне 20 лет. Я студентка направления «Социально-культурная деятельность». И я ищу работу. Меня зовут Дима. Мне 21 год. Я вокалист. Пою в ресторанах и работаю моделью. Меня зовут Елена Федотова. Я тоже актриса. В прошлом кавенщица, стюардесса, дизайнер. Ищу работу, в общем, тоже. Меня зовут Дмитрий. Мне 22 года. Я являюсь автором и исполнителем песен. И также я бью людей за деньги. В первом раунде вы после небольшого обсуждения должны расставить друг друга по ячейкам с характеристиками, которые, на ваш взгляд, соответствуют каждому из вас. Что, я предлагаю первым найти, наверное... Что, выдуманное из этого? Да, надо выдум... Мне кажется, вот тут вообще невозможно попасть. Испытывает страх при виде чужих ног. Это, мне кажется, очень странно. А есть кто-то, кто не испытывает страх при виде чужих ног? Ну, все, окей. Все, дальше. Разводил куриц на балконе, выгнали из птики к МС по шахматам. Но это тоже, мне кажется, выдуманное бред. Не знаю, мне кажется, к МС по шахматам это Артем, потому что у него кудряшки. Класс. Как это связано? У тебя тоже кудряшки, кстати. Не забейте, знала. Разводил куриц на балконе. Это круто, но мне кажется, это фейк. На самом деле, есть же люди, которым, наоборот, нравятся ноги, они от этого фанатеют, может быть, испытывают страх. Ну, да, ну, да. Такое есть, и это не фейк. Да, либо... Хотя, это очень странно. Мне кажется, что фейк — это бьет людей за деньги, потому что все выглядят слишком милыми для такого. Да, и вообще, ну, типа, что это за профессия? Поэтому у нас таких людей за деньги. Давайте, может быть, все это попробуем угадать. Выгнали из пяти школ. Нет, ну, мы тут все, мне кажется, подходим. Хорошо, видимо, выгнали из пяти школ, кто-то, типа, там, плохо себя ведет и не подходит, да, для первой. Давай найдем, кто из нас самый умный. Труднее КМС по шахмуту. Да. Дмитрий. Дмитрий, выгнали из пяти школ. Нет, ребята, давайте все-таки фейк выберем для начала. А потом мы совсем запутаемся. У меня по фейку, на самом деле, вариант только про испытывать страх при виде чужих ног. Ну, потому что, я не знаю, разводить курицу на балконе, но это нормально. Нормально, может, цыплята там были. Ну, все, мне кажется, в детстве пытались что-то эти вот куриные яйца из магазина, там, под лампу, как-то оставить, помоя. Для дачи выращивали, а потом отвозили. Ну, это не разводить курицу на балконе. Может быть, просто игра затянулась. Мне кажется, фейк, это бьет людей за деньги. Я поддерживаю. Ну, вот, мне тоже кажется, либо курица, либо бьет людей за деньги. Ну, хотя, ну, ну... Я тоже думаю, что хотелось бить за деньги. Мне кажется, смысл не отыскать фейк. Я предлагаю выбрать, бьет людей за деньги. Ну, все, мы в шобе. Так, давайте самое интересное. Выгнулись по тяжку. Ну, это, вероятно, либо какая-то опорба, либо какая-то нет. Может, Лена? Я тоже так думаю. Вопрос, причина. Спасибо, конечно, что меня не выгнал. Может, я, может, Дону. Почему? Ну, видим, кто-то слишком борзый или кто-то слишком вызывающий. Вызывающий. Да? Яркий, борзый, разные вещи, я хотела бы уточнить все-таки. Ну, не знаю. Хотя это может быть и Тихоня, потому что он Тихоня, а потом, хопа, творит всякую фигню. Ты мне скажи что-нибудь, как тебе кажется? Давайте вот слева направо. То есть, бьет людей за деньги мы убираем, кто может быть у нас КМС по шахматам? Ты? Мне кажется, Лиза могла бы это быть. Да, мне тоже кажется, почему-то, что Лиза могла бы быть КМС по шахматам. Ну, хотя она выглядит так. Бьет постоянно по этому. Да, ну ладно. Ну, я не знаю. КМС по шахматам может быть Дмитрий. Я вот вообще не понимаю, вот две самые странные категории. Разводил курицу на балконе и испытывает страх привить чужих ног. Ну да, они странные. Самые долгие отношения, это нормально, потому что у меня так было до 20 лет, и потом отношения были полтора года первыми. И извиняюсь, конечно, мне кажется, бить людей за деньги может Дима вполне себе. Да. А кому сколько лет еще раз? Чему? А какая разница? Нет, давайте, давайте. Кому 20? Было? Ну вот сейчас 20, кому? Мне 20. Тебе 20? Ровно 20? Мне 32. Мне кажется, что... Тебе 32? Да. Ого. Что? Спасибо. Мне кажется, что у Лизы самые долгие отношения были два месяца. Просто я служу по себе, я знаю тоже до 20 лет, как бы ты так, к одному, второму, третьему, четвертому. Я слишком молодая, да? Интересно. Итак, кто по-вашему кандидат в мастера спорта по шахматам? Мне кажется, что КМС по шахматам, наверное, Лиза. Мне кажется, что КМС по шахматам это Дмитрий. Я думаю, что это Дмитрий. Я думаю, что это Лиза. Я думаю, что это я. Дмитрий, три голоса за вас. Займите, пожалуйста, соответствующую ячейку. Это точно не... Кого из вас выгнали из пяти школ? Я думаю, из пяти школ... Выгнали Артема. Класс. Мне кажется, что это Елена. Мне кажется, что выгнали из пяти школ Артема. Мне кажется, что выгнали из пяти школ Артема. Можно сказать Артем? Мне кажется, что выгнали Диму. Артем большинство выбрало вас, Кто разводил куриц на балконе? Мне кажется, это Дима. Мне кажется, что это фейк, что такого не бывает. Мне тоже кажется, что это фейк. Да, я тоже голосую за фейк, потому что все-таки, наверное, бьет людей за деньги более продоподобно. Да, я тоже думаю, что это фейк. Таким образом, эта ячейка останется пустой. У кого самые долгие отношения длились два месяца? Лизу. Голосую за Лизу. Я голосую за Лену. Мне кажется, что самые долгие отношения два месяца – это у тебя. Я думаю, что это Лиза. Ячейку с этой характеристикой займет Елизавета. Кто испытывает страх при виде чужих ног? Я думаю, что это Дима. Я думаю, что это Лена. Я думаю, что это Дима. Наверное, это пусть буду я. Дима. Дима, эта ячейка достается вам, а для Елены остается характеристиком «Бьет людей за деньги». Сейчас мы узнаем итоги первого раунда. Кто-то здесь разводил куриц на балконе. Какая-то победа. А все казалось таким логичным? Да. В первом раунде вам не удалось угадать ни одной характеристики. Продолжаем игру. Все, Артем, КМС, ПШ. Мне кажется, что «Бьет людей за деньги» – это все-таки фейк, на самом деле. Думаешь? Да. Ну, не хотелось бы. Очень интересно посмотреть на этого человека. Нет, вообще есть такая подработка. И в ВКонтакте есть, и в браузерах, которые запрещены, действительно есть такие объявления. Я просто изучал. Я думаю, что если это… Я признаться, я незаконными вещами занимаюсь. Да-да-да. Мне кажется, что если вы вдвоем учите работу, мне кажется, что вы делаете это, потому что кто-то из вас бьет людей за деньги. Так, ладно, КМС по шахматам – это ты, выгнали из пяти школ. Стоп, стоп, это не он. Кто КМС по шахматам? Он. Нет, там был красный. Это либо Дима, либо Лена. А прикинь, подожди, подожди, я. Я создаю ритомного человека? Может быть, человек так специально шифруется, типа «Я ничего не понимаю, не понимаю, а сам все понимает». Да, я туплю на каждом коне. Давайте решим, что КМС по шахматам Артема и пойдем дальше. Ты не испытываешь никакого страха, когда смотришь на них, нет? Хотя, ну, может быть, от Дмитрия, он спокойный, а там нужна логика, тактика, рассудительность. Дмитрий вообще для меня закрыта книга, пока я вообще не пойму. Дим, как у тебя дела вообще? Да, все супер. Я про Дмитрия. Ты как левая шляпа, как у тебя самые долгие отношения? Тебя я во всем подозреваю. Давайте так. Кто как закончил школу? Нормально. И кто до какого класса учился? Четыре-пять, до одиннадцатого. До одиннадцатого. Я учился в такой особенной школе, в которой было девять классов, а потом у меня был колледж. Дима, закончил ты как? Нормально. Шифруется только один человек, заметьте. Нормально. Ну, ко всем, кто тебе подходит. Почему я шифруюсь? Я просто такой... Слушай, а я в тот раз сказал... А я и голосовал за то, что тебя выглядели из пяти школ. Да это точно, что ты его выглядел из пяти школ. И ты стоишь молча... Да все, одного выбрали. Отлично. Минус один. Разводил курицу на балконе. Это ты, потому что ты в этом понимаешь... А, нет, ты боишься чужие ноги. Ты разводил курицу на балконе. Да, он точно боится чужие ноги. Ты... Я согласна. КМС по шахматам. Окей. Окей. Тогда бьет людей за деньги, это фейк, правильно? Да, да, да. Да, да, давайте так. Да, я думаю, блин, Лиза не КМС. Ну, спасибо. У меня два варианта. Это либо Лиза, либо шифровальщик. Просто потому что ты сказала, окей, так легко. Да, мне кажется, что Дима КМС по шахматам, Артема выгнали из пяти школ. Он не говорит, как он закончил школу, потому что он ее даже не закончил. Мне кажется, Артем... Ты ведешь себя КМС по шахматам? Почему ты не совпал? Мне кажется, Артем, это КМС по шахматам. Диму выгнали из пяти школ, разводила курицу на балконе. Это Лиза, а испытывает страх... Это ты? Да, испытываешь страх. Самые долгие отношения. Самые долгие отношения — два месяца. Ну, нормально, если Лене 32, конечно, давайте так. Если Лене 32, не думаю, что у нее самые долгие отношения, извини. Так это не шутка была? Нет, я думаю, мы уже начали врать в тот момент. Мы можем поставить Лену, ну, чисто теоретически она же могла. А мне кажется, что... Ну, хотя, да, может быть, она написала, что вот, у меня там 30 стран. И у меня не было никогда отношений больше двух месяцев. Так, а сколько лет, еще раз, в 7? 22. 26. Угу. 26. Угу. 21. Да. Жесть. Я хорошо сохранился. Я тоже. Мне кажется, на самом деле, я еще сразу подумала, что у Димы не было серьезных отношений. А мне все-таки кажется, что Дима... Ничего себе целых два месяца, как это несерьезно. Да, окей. Кто, на ваш взгляд, бьет людей за деньги? Я думаю, никто. Фейк. Я думаю, это фейк. Это фейк. Я думаю, это фейк. Большинство решило, что это характеристика фейк. Кто из вас испытывает страх при виде чужих ног? Я думаю то, что это Елена. Я думаю, что это Дмитрий. Я думаю, что это Дмитрий. Дмитрий. Лиза. Дмитрий, займите, пожалуйста, соответствующую ячейку. Чьи самые долгие отношения длились два месяца? У меня. Мне кажется, что это Дима. Тоже думаю, что Дима. Артем. 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 Артем, большинство выбрало вас. Кто из вас разводил куриц на балконе? Я думаю то, что это Елена. Я тоже думаю, что это Елена. Было бы прикольно, если бы это был Дима. Дима. Прям прикольно, да? Угу. Я думаю, что это Елена. Поддержу за Елену. Елена, ячейка с этой характеристикой достается вам. Осталось выяснить, кого из вас двоих выгнали из пяти школ, а кто КМС по шахматам. И так, кого выгнали из пяти школ? Это я. Аааа, это... Окей, я. Я не знаю, как это я не могу за тебя проголосовать, если ты за тебя проголосовала. Это Дима. Это Дима. Это Дима. Это Дима. по итогам второго раунда вы снова не угадали ни одной характеристики играем дальше пожалуйста давайте угадаем человека который бьет людей за деньги мне кажется что это он это ты это дмитрий а подождите он не стоял разве это ячейки нет нет он куда мы его в начале мы сначала ставили его на кп на кмс по шахматам сейчас мы поставили его на страх применять чужих ног но либо он разводил а нет нет мы должны эти фэйк вот я говорил с самого начала что курица это фэйк почему-то мне кажется что в смысле мы же уже голосовали что это фэйк и это не фэйк оказался давайте так кто вообще из какого города мне кажется извини пожалуйста курица разводил мальчик я не понимаю зачем это сбиваю щас толку она единственная где можно рот поставить из этих предложений то есть какого города ты реально не кмс на самом деле мне кажется то что разводила куриц лиз а мне есть такой слушай не прожди вопрос есть подмосковье то есть какого города мне просто скажет какого города с по всю жизнь москве просто кто из москвы он точно давать разводить куриц на балконе у нас мало времени бьет людей за деньги может быть ты кого-то это дмитрий 100 процентов дмитрий самые долгие отношения это дима добрый два месяца который никого я не бью смотрите на меня и ребенок артем стоянка месси по шахматам мне нет вот давайте он катеря давайте говорит постараться дима кмс но какой-то умный взгляд но люди слушали диван я вообще как потом то меня выгнали из пяти школ то я вдруг стал умным а вам не кажется кстати что самые долгие отношения могут быть фейком вообще а мне кажется что это дима потому что да как у меня тоже кажется это потому что ты в шляпе чего кмс по шахматам артем отношение дима разводил курицу лиза испытывает страх лена я бью людей за деньги ты бьешь людей за деньги я не знаю что-то это фейк кмс по шахматам фейк может выгнали из пяти школ это фейк мне кажется из-за того что у нас два раза выпало красный мы такие тупые мне кажется что здесь нет кмс по шахматам давайте мы не тупые я обязана уже себя проверить что закончил школу чего я хорошо сколько у тебя был школ почему тогда ты бьешь людей за деньги и по ипотека каких ситуациях бить людей за деньги мне кажется что может быть это какая-то такая ну эротическая сфера может быть это вообще что-то легального знаете бдсм там же бьют людей блин это что это не первое что себе в голову пришло я думал что это через тор браузер там платят и говорят вот ударь вот этого пятнадцатилетнего пятилетнего мальчика тогда это лена потому что она самая опытная классно продана все дети кто испытывает страх при виде мужика чужих ног кто-либо это фейк изначально говорил то что это фейк но это блин либо дима мне казалось это так находчивость пытаясь тратка и дичь уже чувствую что я для вас прям везде могу здесь подходить это все шляпу это будет очень мне кажется будет первый выпуск дичь никого не угадали просто все курица разводил давайте сконцентрируемся на этом здесь давайте фейк ноги который на балконе у себя вот такой цепа цепа вот этого сделал кто это кто кмс по шахматам мне кажется кмс по шахматам это артем давайте попробуем артем 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 в чем единогласно эту ячейку займет артем кто займет ячейку выгнали из пяти школ я думаю то что это елена я думаю что это лиза я думаю что это елена я думаю что это фейк я думаю что это фейк два голоса за то что это лена два голоса за то что это фейк лена вы единственное голосовали не за себя не за фейк поэтому решать вам я думаю что это не фейк я думаю что это я лена проголосовала за себя и займет эту ячейку кто из вас разводил курить на балконе а А может быть, Димка разводит? Дима! Дима! Дмитрий? Мне кажется, что это Лиза. Мне кажется, что это Лиза. Два голоса за Диму. Два голоса за Лизу. Лиза, за себя или за Диму? За себя. В таком случае вы займете эту ячейку. Чьи самые долгие отношения длились два месяца? Мне кажется, это Дима. Мне кажется, что это я. Мне кажется, что это фейк. Может, это был фейк? Да, Дмитрий. Диму. Дима, большинство выбрало вас. Кто испытывает страх при виде чужих ног? Это фейк. Фейк. Думаю, это фейк. 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 Вы решили оставить ячейку с характеристикой «Испытывает страх при виде чужих ног» пустой. А вам, Дмитрий, достается характеристика «Бьет людей за деньги». Ну, была надежда. О, черт. Да ем. Можно же домой просто пойти и все расскажете, с чем закончилось? И вновь ни одна характеристика не угадана. Четвертый раунд. Я все помню. Шахматы у нас не было фейком, выгнали из пяти школ. Ну, ты все помнишь, ты КМС по шахматам. Самый долгий. Я уже стоял. Он уже там стоял. Самые долгие отношения. И все. Такое ощущение, что у нас всех выгнали из пяти школ. Секундочку. Ты фейка бьет людей за деньги? Нет, уже было. Ну, она, да. Ноги и балкон. Ноги и балкон. Есть только два месяца отношений, выгнали из пяти школы КМС по шахматам. Может, КМС по шахматам это фейк? Я вам отвечаю, что могли придумать вот это вот. Потому что хочется заподозрить кого-то в этом очень сильно. В долгих отношениях. И вот это может быть фейк. А ты стоял на пяти школах? Нет, нет, он не стоял. Я ходил КМС по шахматам. Вроде бы. Я не уверен. Вопрос, что от этого фейк? Отношения, школа или шахматы? Мне кажется, шахматы это Дима. Кто вообще играет в шахматы? И у кого были отношения в доме? Кто стоял на отношениях два месяца? Слушайте, КМС, давайте, давайте-ка мы придумаем какую-нибудь тактику, а не будем перебирать. Ну, например, насчет КМС по шахматам. КМС по шахматам там вообще какая история? Надо просто долго играть и получить КМС. Надо как-то мастера выиграть или как-то так. Что, прости? Грандмастер и как так вызовут. Грандмастер бит. Ага. Да, ну ты тут уже стоял. Все, я забуду. Короче, не будет у нас тактики. Что фейк? Шахматы, школа, отношения. Отношения, мне кажется, это банально, но если они так сделали, то это очень круто. Мне кажется, что шахматы, это Дима. Что фейк? Школа, шахматы, отношения. Мне кажется, шахматы это не фейк. Потому что КМС это, мне кажется, всех в детстве отдавали. Шахматы, если то, что кто выигрывает, тот грандмастер, знаешь ты. Потому что я уже там стоял. Блин. Мне кажется, у Дмитрия самое долгое отношение было два месяца. Стоп. Я предлагаю небольшой план. Кто-то закинул когда-то, что Дима мог разводить курицу на балконе. Он на этой ячейке еще ни разу не стоял. Я не стоял, Дима стоял. Ты стоял на ячейке? Он сейчас стоит на ней. Подождите, Лене 32 года. Чисто теоретически, она самая ближе всех к пенсии. Правильно? Из нас. Ах ты мразь! Ты че? Лене чисто теоретически, она уже могла заняться огородом и курицами. Это жестко. А возводила когда? Подождите. Что фейк? Давайте определимся. Шахматы? Откуда ты? Согласен, ребят. Я только что где стояла? Согласен, да. Мы действительно очень тупыми. Никогда не догадаемся. У нас нет никакой тактики. Давай теряем. Нет, я стояла в этом липсе. Еще три раза попробуем. Еще два раза попробуем выбить настоящий фейк. Вот просто шахматы. Школы отошерим. Давайте в этот раз шахматы проверим. Да мне кажется, шахматы нет. Умный человек. Хотя, блин, шахматы... Здесь есть КМС-ник, и он очень хорошо шифруется. Блин, ну КМС-ник, да. Это Дима, вот смотрите на эту шляпу. Мне тоже кажется, что Дима, мне кажется, шахматы это Дима. Мы его туда не ставили. Там початый мозг. Мы хотели первые два раунда его туда поставить. Он не сбивает людей. Ну это же... Ты не стоял еще там? Да нет, мне кажется, он шахмат. Нет, он набьет. Ты за себя сейчас голосовал. Вот за эту, да, позицию? Вообще. Он все время за себя голосует. Может, он боится ног чужих? Потому что он такой нервный и... Мне кажется, шахматы это отношения. Давайте просто рандомно, давайте просто вот плевать. Вот фейк, там всегда будет казаться, мы никогда не поймем. Просто проверите и все. Давайте просто проверим гребаные шахматы и все. Мне очень интересно, кто разводил из вас куропаток. Мне интересно, кто бьет. Вы что, издеваетесь? Давайте просто проверим шахматы. Хорошо, давайте проверим долгие отношения. Самые долгие отношения, это такая вызывающая фигня, на нее обращают внимание. Давайте просто проверим это. Что это фейк? Да. Подожди, ты там стоял? Я не знаю. Вы точно хотите быть здесь? Блин, мы ничего не решили. Кто, на ваш взгляд, бьет людей за деньги? Мне кажется, это... Лена. Это... Это Лиза. Это Лиза. Да, мне кажется, что это Артем. Дима бьет людей за деньги. Да, Диму давай проверим. Ну да, давайте проверим Диму. Ну как, нет. Он в очередной раз. Нет. Почему? А кто? Кого ты называешь? Дима, займите, пожалуйста, эту ячейку. Кто испытывает страх при виде чужих ног? Я думаю, что это может быть Лиза. Мне кажется, это Артем. Я думаю, что это Артем. Соглашусь, Артем. Артем, большинство выбрало вас. У кого самые долгие отношения длились два месяца? Я хочу проверить, фейк ли это. Я думаю, что это фейк. Я думаю, что это фейк. Это Лена. Я думаю, что это фейк. Голосую за Дмитрия. Таким образом, эта ячейка останется пустой. Кто разводил куриц на балконе? Ну, давайте Лена. Это... это Дмитрий. Я думаю, что это Лиза. Я думаю, что это Лена. Я думаю, что это... Дмитрий, Дмитрий. У Лены и Дмитрия по два голоса. Дмитрий, решать вам. Себя. Таким образом, Дмитрию достается характеристика разводил куриц на балконе. Кого из вас выгнали из пяти школ? А здесь остался кто-то, кто здесь еще не стоит? Да. Да, ты и Лена остался. И Лиза тоже не стояла на этой ячейке. Лена. Лиза. 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 Вам достается ячейка с характеристикой выгнали из пяти школ. А вам, Лена, с характеристикой КМС по шахматам. Ну что, успехов? Я уже кушать хочу. Простите, пожалуйста. Мы не сливали. Мы не сливали ни КМС, ни школы. Просто выберем любое. И все. Я за школу, наверное. Я за КМС буду голосовать. Так, а кто? Я за школу! Ты за школу, ты за что? Ну, смотри, я сейчас. Ты за что говорю? Ты за что говорю? Дима сейчас, подожди. Он сказал то, что я не за шахматы, я за школу. Мы шахматы еще типа уже сливали. Я изначально с тобой говорил то, что мне кажется, шахматы это Дима сто процентов. Тогда фейк остается школой. Вопрос, кто разводил куриц? Отношения, ноги и деньги. Правильно? Мы с тобой решили, подожди секунду. Как мы решили сейчас, что КМС это фейк? А, КМС это Дима. А фейк получается выгоднались в пяти школах. Остается, да. Остается, да. Не-не-не, давайте уже блин решать пока обсуждение идет. Мы можем оставить так. Но то кстати и pleasure hear про ваши действия. И мне какие-нибудь видны вопрос вот эти четыре тебя-то сколько это сделал. Нет. Почему школа если он просил, чтобы были школы. Человек просил чтобы шахман. Не сказал я за шахматы. Фейк это. Фейк это. Фейк это школа. Ты сказал фейк это шахман. Он не стоял на шахматы. Значит ты у нас шахматист. Школой это фэйк. Фейк да, я говорю, я думал что как могут выгнать. Блин, никак. из пяти штук мне кажется испытывает страх в виде чужих ног мне кажется это лиза а бьет людей за деньги это либо у нее были самые долгие отношения 2 месяца мне кажется 4 года два месяца где-то 10 деньги не стояла лиза и не стоял артем кто-то из вас бьет людей я стоял я помню что я стояла справа а он только что стоял на самых длинных отношений еще раз кто вы сказали еще не бил людей за деньги лиза не била людей лиза била людей за деньги а лена боится чужие ноги она работала в аэрофлоте и там много я пытаюсь что-то было мы проверяли не обманывай а я не помню короче не забьет дима да чужие ноги боюсь самые долгие отношения два месяца у тебя а я развожу курицу дима у меня два предположения либо он боится ноги либо он кмс по шахматам нет у тебя было доброе положение нет теперь ты его не меняешь мы просто это пробуем он шахматы фейк курицы я долгие отношения два месяца это это кто а это ты чужие ноги это лена а бьет людей за деньги это лиза давай давай тогда запускай шарманку шабы все разве кто по вашему кандидат в мастера спорта по шахматам рядом это дима 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 решение единогласно кто на ваш взгляд бьет людей за деньги мне кажется это фейк это фейк по моему это фейк ну даже не знаю за что проголосовать теперь давайте фейк эту ячейку вы решили оставить пустой кто разводил куриц на балконе кто у нас еще не разводил дмитрий дмитрий не разводил да да мы это решили еще артем 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 я думал мы решили за лену ну ладно будет артем единогласно артем в этом раунде ваша очередь занять эту ячейку у кого самые долгие отношения длились два месяца давайте попробуем лену ладно лена нет нет ну или дмитрий я думаю это дмитрий я думаю это лена дмитрий дмитрий большинство выбрало вас кто испытывает страх при виде чужих ног это я потому что бьет людей за деньги явно не я потому что я здесь стоял уже я думаю это лена я думать лиза многие далее это лена 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 эту ячейку займете вы а лиза соответственно встанет напротив характеристики бьет людей за деньги кого-то реально выгнали это будет самое долгое и вновь никаких результатов удачи в новом раунде и так внимание давайте фейкам из паша кто не стал кто не стоял на кмс по шахматам это фейк это все 5 проверяли да точно да все помнят или только дима вообще не стоял на выгнали сейчас какой раунд а ты лишь стой ну а я этой мужа выгнали поехали все-таки команды просто мы два раза ты не стоял ни разу на выгнали из пяти школы не стоял ни пига с моем я не стоял на курицу на курицах ты стоял на курицах когда мы хотели выбрать лену не на разводят куриц а в чем раз два короче тебя выгнулись пяти школах подождите смотрите артем тоже жене стоял на выгнали спите школы все мне стоял и сейчас он хочет слить очень быстро дмитрия поэтому скорее всего его выгнали хочет мне кажется он стоял на выгнали спите школа не стоял мне кажется он стоял ну давай скажи честно что я не стоял на блюд людей за деньги ребят посмотрите один остался на попу стоп он же везде стоял кроме этого да кстати да наверное давайте стояли все кроме него правильно да все значит артем да ты тебя выгнали из пяти школ да ты разводила курица на балконе что ты испытываешь страх при виде чужих ног не лиза не стояла самые долгие отношения стояла я и значит а или нет я изначально же говорил про нее два месяца а вот я не скажу так давайте так мы не проверяли на фейк самый долгие тоже это точно короче мы с по шахматом фэйк выгнали из пяти школ дмитрия курицы лена долгие отношения либо я либо дима но ты стоял ноги или зима стоял да ладно да он не стоял дима не стоял дмитрий стоял или дима стоял я стоял я не помню когда мы здесь будем да по моему дмитрий не стоял на самых долгих отношениях два месяца дима не стоял на самых долгих отношениях два месяца мы ее по моему под заподозрили в первый раз первый раунд я сказал так же так же как и ты не стоял на испытывание страха при виде чужих ног все вы поняли тебя выгнали из пяти школ и лена разводила курицу самый долгие отношения два месяца это у лизы а боится чужих ног он а я бью людей за деньги стоял он не стоял на чужих ногах кто на ваш взгляд и бьет людей за деньги я же запуталась артём 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 прошу вас кто испытывает страх при виде чужих ног я лиза подожди запутались все пиздец дима мы хотели поставить на нет мы хотели его поставить на хорошо пропускать дима 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 большинство выбрало вас дима у кого самые долгие отношения длились два месяца лиза 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 эту ячейку займете вы кто разводил куриц на балконе ленка елена лена 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 это вы кого из вас выгнали из пяти школ меня получается его получается дмитрия получается дмитрий это ячейка вам а ячейка с характеристикой кмс по шахматам останется пустой у тебя отношения два месяца поздравляю вас сыщики в этом раунде вы угадали фейковую характеристику а также характеристики двух человек сейчас они нам расскажут о них подробнее я был в детстве очень плохим ребенком я любил драться любил кусаться что только не делал во втором классе я облил одноклассника зеленкой кинул в него стул у меня за это выгнали потом меня устроили в другую школу там я ударил мальчика парт убил головой меня за это выгнали в пятом классе в шестом я ушел 1426 школу там сзади на меня прыгнул какой-то маленький мальчик я развернулся его ударил он потерял сознание и разбил себе голову висок об диван деревянный меня оттуда выгнали потом я уехал в школу курорт там получилось тоже меня мальчик что-то сбесил я ему с головы разбил лицо и меня за это тоже попросили тебя привезли здесь колонии в девятом классе мы очень сильно расфигачили столовую с одноклассниками нас попросили тоже уйти поздно знаете ли вы что такое контактный квест performance блин а там можно бить там нужно бить я работаю на проекте который называется слуги порока и там есть сюжет и там есть уровни сложности это же игра и на низком уровне сложности ты только смотришь сюжет и погружаешься в игру с актерами но до высоком уровне сложности туда люди приходят специально для того чтобы получить хороших для того чтобы отхватить хороших таких люлей ты прям их фигачишь но это работает и получаешь за это деньги это прикольно это не прикольно это где резюме отдавать скажи пожалуйста они кстати искали работу так что кажется что всем все уже стало ясно голосуем кто разводил куриц на балконе дима дима я что я это дима дима большинство считает что куриц на балконе разводили вы он не стоял на долгих отношениях у кого самые долгие отношения длились два месяца у елена у елены по вашему не было отношений длиннее двух месяцев а вы ли за помнение большинства испытываете страх при виде чужих ног итоги быстро справились давайте еще исторический момент лена дима и лиза как бы то ни было но вас угадали последними а значит вы победители сегодняшней игры поздравляю вас а теперь расскажите им про свои характеристики когда я был чуть-чуть помладше лет на 12 я выпросил у родителей цеплят я за ними ухаживал они росли 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 и так как мы жили в однокомнатной квартире на пятом этаже они жили на балконе и конечно их жизнь закончилась немного печально потому что оказывается мы их съели но мне сказали что они улетели на юг не смущает слова они их до их было несколько сколько три или четыре большие курицы на балконе которые очень больно клюют самые долгие отношения два месяца это мой ярлык но не задалось я тебе говорила ты нет 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 я говорил то что это странно в 32 года два месяца отношения нормально как было судите строго здесь все друг друга обманывают вы же не подумали бы в самом начале ролика что я бью людей за день ну так и что ты там испытываешь страх при виде чужих ног да что это значит здравствуйте меня зовут лиза и меня подофобия подофобия да это фобия боязнь чужих ног или даже своих ног просто ноги стопы это неприятно допустим люди боятся мышей пауков темноты спасибо за очень долгую и местами не совсем логичную игру этот выпуск как никогда показал что никогда нельзя делать выводы о людях по первому впечатлению эту теорию никто еще не доказывал так убедительно всем удачи спасибо красивый женский голос в темноте да